К нам в гости добрался, преодолев все препоны, Легалайз. Ой-ой-ой, привет. Скажите горячо. Здравствуйте, Легалайз. Мы так вам рады. Привет всем. Да, горячо, разгоряченный к вам торопился, спешил, злился на таксиста вот этого. Ну ничего, добрался, все хорошо, что хорошо кончается. Я в любимой студии, совсем недавно был здесь на премьере вашего вещания, признавался в любви, и поэтому торопился скорее к вам приехать с новостями. Да, с новостями хорошими. Ой, много новостей. К ним мы скоро придем. Кстати говоря, ждать теперь нового трека по поводу какого-нибудь таксист-неудачника или как-нибудь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давайте на позитиве сконцентрируемся. Окей, окей, хорошо, хорошо. Вот это вот мне нравится, позитивный человек. Скажи мне, пожалуйста, у нас... Давайте к вашей теме. Да, я говорю... Да, я и в творчестве своем тоже пытаюсь. Это мы заметили, кстати говоря, Андрей. Да, потому что жанр, рэп-жанр принято считать таким сконцентр... Вот именно грустным, сконцентрированным на проблемах. И эти проблемы, пережевывающих такой взгляд вот внутрь, в темноту. А я предлагаю своим творчеством, своим новым альбом, который выйдет в эту пятницу, предлагаю другой выход. Предлагаю выход посмотреть наружу. Поднять глаза вверх, поднять из-под ног свой взгляд, где под ногами там бывает пасмурное месиво и окурки валяются. Нужно посмотреть вверх, в небо, наружу, на самое красивое, позитивное, светлое и безграничное небо. Да, присоединяйтесь к церкви леголаза. У нас вот такие вот легенькие проповеди проходят. Кстати говоря, у нас тема сегодня, смотри, какая. У нас тема домашних животных вообще. Без церквей. Церкви разъединяет людей, а добро объединяет. И мы, кстати, говорим сегодня почему-то о домашних животных, о самом добром. У тебя есть какие-нибудь домашние животные? Всегда у меня были собаки. Я собачник. Была кошка один раз. Сейчас нету. Но мечтаем мы с женой и сыном. Завести? Да. Чуть-чуть улучшить, чуть-чуть жилищные условия и завести обязательно. Легал, тебе три секунды на ответ. Классное имя для питомца. Джонни. Это уже так прям по-гангстерски будет. Привет, Джонни, как у тебя прошел день? Как, как, как. Молодец, позитивный. Слушай, у тебя в арсенале много работ, естественно, самых разноплановых. И в том числе есть трек, который ты записывал с группы Onyx. Это правда? Да, да, да. Будет песня на этом альбоме. Скажи, пожалуйста, отличается работа с русскими исполнителями от работы с вот такими вот глыбами хип-хопа? Конечно, отличается. Отличается вне зависимости от национальности, а скорее всего от человека, от уровня музыканта. И с Onyx это, конечно, был своеобразный экспириенс. Они настоящие гангстеры, они настоящие психи. И они устроили такое в студии, абсолютно оправдывая свой имидж таких безумных, бесконтрольных пацанов. Это очень интересно. Мы чуть не подрались с одним из них, обсуждая припев мой. А вы там подружили? Это было очень здорово, да. Да, это здорово. Настоящее шоу просто происходит, и они его, они постоянно вещают вот этот вот свой имидж. Они настоящие прямо. Они гангстеры, риэлтрук. В общем, сейчас есть такое предложение, сделать легенькую паузу, послушаем «Время и стекло», а потом вернемся к беседе с Роликолайзом. Классная группа. «Время и стекло» — е. «И в памяти моей тебя ласкаю». И тот пожар, что мы с тобой зажгли, по-прежнему в душе моей пылает. И он сжигает всю меня внутри, и в пепел мое сердце превращает. И тот пожар, что мы с тобой зажгли, в моей душе никак не угасает. Без тебя я просто умираю, мне любви твоей так не хватает. Я сама веду себя с ума. В горле ком и слезы на ресницах, мы друг другу можем только сниться. Я сама веду себя с ума. Осень золотая, ран мои дни золотая, И зима морозами своими набегает. Любви точка нет, любви нет и точка, Затернуты шторы и переключен свет. Любви точка нет, не жду я фанночка. Любовь я не верю, любви точка нет. Без любви твоей я задыхаюсь, Не могу забыть, как не стараюсь. Я сама веду себя с ума. В сердце боль, а на душе тревога, Отпусти, прошу я ради бога, Я сама веду себя с ума. Осень золотая, ран мои дни золотая, И зима морозами своими набегает. Возвращаемся в эфир, друзья. Это мы Лиза Калинина, Кирилл Исаков. И у нас в гостях Леголайз. Йе-ё! Мне хочется одновременно сделаться. Йе-йе-йе! Йе-йе-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Вот так я еще должен стереотипно говорить... Говорить, как любой рэпер, от каждого рэпера ждут именно этого. Так сказать, все стереотипные соблюдены. Йоу, с оттяжкой прямо. Йоу, всем привет, это Лига Лайз. В пятницу альбом, это уже серьезно, без всяких шуток, самый лучший альбом в мире и самый лучший альбом в моей карьере. И там вообще множество музыкантов, около 50, наверное, самых лучших музыкантов и со всего мира, и лучших певцов России. И там просто как будто бы весь проект «Голос» представлен. Татьяна Шаманина, Илья Киреев, Андрей Гризли, Тина Кузнецова, Владимир Пресняков, Бьянка. Много-много-много-много участвующих. Группа Трубецкой и «Сдобший с дуб» со мной группа записалась. Ничего себе. Множество-множество-множество разнообразных. Кто вдруг прослушал? Это лучший альбом в мире просто. В пятницу 25-го альбом «Живой». Кто вдруг прослушал, мы задали вопрос, а что ждать от нового альбома? И вот, собственно, это мы услышали. Прозвище. Масштаб, масштаб. Твой ник уже вошел, можно сказать, в учебнике рэп-истории российской. Давай сейчас поможем другим начинающим исполнителям придумывать им ники рэперские. Да, вот Лиза Калинина. Лиза, да, Лиза Калинина. Мне кажется, вообще схожа с «Леголайз» Лиза, да? Вот что вы мне дали? Лика. Лика. Лика МС. Была такая дева. Лика Стар, она потом стала. Значит, тебе надо что-то придумать. Ликали. Лика Ли. Лика Ли. Лика Ли. Лика Ли. Лика Ли. Лика Ли. Давай Брэд Питту. Лика Ли. Приколи. А если Брэд Питт бы начал читать рэп, какой бы ему ник ты придумал? Бред. Бред. Это? Бред. Как мы можем обойти этого человека? Дональд Трамп. Самый популярный человек сейчас. Воу. Воу. Вот это и есть ник, да? Воу. 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 Нарицательный. МС Дональд. Это, не знаю, Жирик 2. Неплохо. А тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов? Мне кажется, никогда может быть такой ник у него. Ну, не знаю, надежды на него, конечно, возлагаются, но сложная миссия, поэтому Mission Impossible какой-нибудь, что-нибудь такое, да. Mission Impossible. Ну что, мы потихонечку, плавно подходим к важному моменту. Ой-ой-ой. Эта речь, конечно же, идет о презентации твоего нового клипа с Тиной. Расскажи, пожалуйста, о нем вообще. Как родилась эта песня? Это сердце моего альбома. Я представлял некоторые уже работы к этому альбому, слушателя подготавливая. Вот только что мы смотрели песню «Укрою» замечательную, которая вышла этой весной. Ее так сильно полюбили люди, мне это очень приятно. До этого была песня «Караван», более такая дерзкая, клубная, взрывная. И я ждал момента, чтобы вот поближе к альбому, чтобы альбом вышел вместе вот с этой главной песней, которая, я считаю, которая хранит общее настроение, общий посыл моего альбома «Мелодия души». Песня про то, что нужно быть добрее. Это важная? Такая простая истина, и тем не менее, я вот взрослее пришел именно к ней. Она простая, но это самое важное. Это то, что помогает людям по жизни. То, что нас объединяет, то, что нас делает сильнее. Просто нужно быть добрее. Про эту песню с замечательной певицей, просто потрясающей. По-моему, это одна из лучших певиц мира. Это слова Адель, кстати. Фольклорный колорит, по-моему, не хуже, даже прикольнее тем, что у нее есть колорит руссконародный. Тина Кузнецова помогла Легалайзу сделать главную песню его судьбы. Легалайз, Тина Кузнецова, «Мелодия души», премьера клипа. Поехали! Мелодия моей души, звучишь ли ты или пропала? Среди суеты, среди людей, бегущих по своим нуждам, среди забытых сказок о добре и дружбе, среди зарытых многих обещаний, что люди юные себе давали, возмущаясь. Как может быть с таким жестоким мир реальный? И незаметно сами в сердце носим камень. И вот уже человек, человеку волк, и пропасть между нами все растет. Придать за выгоду, как будто не порог, и на себя взглянуть мешает потолок. И несмотря на слухи о глобальном потеплении, люди становятся друг другу холоднее. В этой полярной ночи и обледенении я только жду надежду, что согреет. Пелодия моей души Не молчи, подскажи, если трудно, как жить? Пелодия моей души Пожалуйста, звучи в кромешной тьме, мне выход покажи. Пелодия моей души Веди, когда свет пути почти неразличим. Пелодия моей души Звучи Пой со мной Мелодия души Ты так нужна Когда само слово душа Произносить нельзя Там, где умами правят цифры и проценты Когда вас заживо съедят, почуяв сентименты Где напряжение порою достигает точки Когда твое движение дальше просто невозможно Когда сомнений ворох раздирает душу Как сделать правильно, как поступить лучше Когда за благородную работу лишь гроши Хотя вокруг одно бабло и торгаши И в этом мире надо как-то дальше жить Со всех сторон на нас текут потоки лжи И фильтровать все это нету больше сил Очередной конфликт совсем нас подкосил И просто кажется, что мир разрушится Мелодия души Лишь вера в лучшее Пелодия моей души Не молчи, подскажи, если трудно, как жить Мелодия моей души Пожалуйста, звучи в кромешной тьме Мне выход покажи Мелодия моей души Веди, когда свет пути почти не различен Мелодия моей души Звучи Мелодию твоей души не заглушить Когда так ясен и понятен смысл жить Чтоб видеть рядом ясные глаза родных И делать все, чтоб загоралась радость в них Собою жертвовать все ради этих глаз Не через год, не через месяц, а сейчас Чтоб ощущалась радость в этих дней Чтоб мелодия звучала все сильней Мелодия моей души Не молчи, подскажи, если трудно, как жить Мелодия моей души Пожалуйста, звучи в кромешной тьме Мне выход покажи Мелодия моей души Веди, когда свет пути почти не различен Мелодия моей души Звучи А-а-а-а Пой со мной, пой со мной О-о-о-о Пой со мной, пой со мной Пой со мной, пой со мной О-о-о-о Пой со мной, пой со мной Пой со мной, пой со мной — Приятно. Замечательно. — Леголась еще автор идеи, да? Автор клипа. — Да, я написал сценарий, такой, казалось бы, нехитрый и банальный, но я знаю, что именно банальные и простые истории, именно они и работают в кино. И подключились ребята, мощнейшая команда, уже сколоченная годами совместных работ. — Лучший режиссер, один из лучших, с которым я работал, это Константин Черепков. Он автор вот этого знаменитого потрясшего мир номера Сергея Лазарева, который показывал на Евровидении. — Костя Черепков, пожалуйста, сверхпрофессионал. В прошлом боксер из маленького городка. — То есть порядок был, да, на площадке? — Из маленького городка щуплый парень, который пошел в бокс и пробивался там среди бандитского окружения, можно сказать. — Так это про него клип сейчас был практически? Или про каждого парня, живущего в России? — Это лучший претендент на то, чтобы снять этот клип. То есть лучшего я не мог представить кандидата, чтобы быть режиссером. И мы сделали это. Там около 50 человек в этом клипе участвовало, актеры, оператор самый лучший тоже, Вова Ушаков. — Я думаю, что вот именно эти слова «мы сделали это» — лучшая характеристика этой работы. — Мы сделаем это, когда вы послушаете мой альбом в пятницу, который уже доступен в предзаказе на интернет-площадках Google Play, iTunes. В пятницу выходит мой альбом, он называется «Живой». Это моя лучшая работа. 10 лет в нем, а может быть, вся моя жизнь. — А скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я же слушал «Легальный бизнес» еще в свое время. — Да-да. — Я думаю, тебе часто люди вот такого возраста, как я, это говорят. — Очень приятно. — Да, это было клево. Спасибо тебе. — Я на вас вырос. Какой рост? — Какой рост? — Нет, я рос на литературе, на классике. — Да, правильно. — Слушай, была песня «Мелодия души» на этом альбоме? — Была песня «Мелодия души». Но я не стал называть песню «Мелодия души 2», потому что это пошло. — То была песня «Мелодия души» группы «Легальный бизнес». — А я хотел тебе задать провокационный вопрос такой. — А не значит ли это, что у артисты Леголайза закончились названия песен? — Пусть будут названия песен те же. Главное, чтобы песни были разные. — И это, друзья, золотые слова. — 25 ноября в пятницу альбом «Живой», самый лучший альбом в мире. — Слушаем Леголайза, качаем вместе с ним. — Поключайтесь к флешмобу «Живой 25.11» в Инстаграме. — Мы выложим, кстати, сейчас фотографии с этого флешмоба в нашей группе vk.com. — Леголайз ваш лига, люблю вас. — Итак, Леголайз был у нас в гостях Лиза Калинина и Кирилл Саров. — Утро заканчивается. Всем пока-пока. — Субтитры сделал DimaTorzok — Субтитры сделал DimaTorzok — Продолжение следует...